Всем-всем привет! Смотрите, какая погодка сегодня. Вчера метель была, а сегодня аж глаза слепят. Солнце, не витрины, плюс два. Всё будет течь. Ой, погода класс. Шикарная просто. Где-то кошка кричит. Сейчас звонила дочь мне. Вчера бегала, сдавала анализы для внучки. Моча плохая, девчата. Говорит, мама, моча, говорит, пахнет и хлопья аж в моче. Я говорю, да ты что? Ну вот пойду, говорит, сегодня опять назначили ей приём на пять вечера. Я говорю, что она тебя так таскает? Через каждые два дня ходить в больницу. Ну вот из-за того, что у меня больничный лист. Я говорю, это неправильно. Вере выписывали лечение, и мы только через пять дней, пропив лекарство пять дней, пошли к врачу. Оно так должно быть. В общем, поменяли они врача. Ну, один не лучше другого. Она ей говорит, дайте мне на физиопроцедуры направление. Еле выбила. И та смехом ей, хотите мочу кровь, мне не жалко, я вам выпишу. Ну, как это понять, девочки? Я вообще удивляюсь. Это что такое? Что с нашей медициной? Не то, что уже к взрослым, относятся так к детям. Всё, всем пофиг. Я говорю, Наташа, сходите сегодня. Она посмотрит мочу, требует второй рентген. Ребёнку, не дай бог, там опять воспаление идёт лёгких. Это что такое? Три недели болеет ребёнок, никаких улучшений. Абсолютно нету, абсолютно нет улучшений. Это же не может такого быть. Но выписывают, вон какие облака у нас сегодня, выписывают эти антибиотики на бум и разум. Подошли тебе, не подошли, пейте. Она говорит, это антибиотики ей не подошёл. Как не подошёл? Наташа говорит, я начала противовирусные давать. Вот что-то там сдвиг пошёл. Как кашель был, так он и есть. Сейчас уже ставят ей коклюш. У вас бронхит. Не знают, что поставить. Одно расстройство, девочки. Это вообще какой-то кошмар. Просто кошмар. Я пойду сейчас вам покажу хлеб на срезе. Пойду обедать. Вот разрежу, вам покажу. А потом поговорим про мою кофточку. Девчонки, пришла на кухню. Вот мой хлеб остыл, видите. Вчера-то я его не стала резать, потому что видно, видите, как он заметно отличается от того моего белого хлеба. Сейчас я разрежу, девочки, и вам покажу его на срезе. За окном уже, вон, Вася пришёл с Мусей. Вот корочку сейчас отрежу. Я сейчас, да, сейчас я нагрею. Смотрите, мои хорошие, какой он на срезе. Видите? Вот. Хлеб шикарный. Он и пахнет вот тёмным хлебом. Вот не чёрным, а именно тёмным. Вот Вере понравился этот хлеб. Мне тоже понравился, девчата. Ничего он у меня не крошится. Вот видите, вот кусочки. Абсолютно. И мой хлеб хранится до недели, девчата. Он лежит до всякого холодильника. Но неделю он у меня не пролежит. Мы его съедаем. Он хранится, он не черствеет, он не плесневеет. Похвасталась вам хлебушком. Сейчас налью борщ, поем и пойду наверх. Надо кошек покормить. Сейчас вот телефон стоит на новом штативе вот этом. Который подарил мне Костя. Неплохой, девчата, штатив. Мне нравится. Здесь пультик. Пультиком я ещё не пользовалась. Вот. Вот такой пультик. Но буду сейчас выключать и попробую и им. Поэтому, девчата, одно расстройство вот с внучкой. Внучка никак не выздоровеет, бедный ребёнок. Наташа, говорю, сейчас её вылечите, увольняешься. И пусть она пока вот месяц-другой написать просто заявление, чтобы сохранилось в садике место. Пускай она побудет где-то у меня, где-то дома. Но это не дело. Это не дело. Так ребёнок осенью переболел очень сильно. Вот очень сильно она переболела. И второй раз вот так заболела. Это я просто не представляю, как так можно так долго болеть. Так отношения, видать, врачей к нам. Кот мой ест. Там за окошком Васька с Моськой. Пойду им сейчас налью кушать, подогрею и покормлю кошек. Ой, девочки, а я вчера начала второй рукав вязать. Мне сегодня даже во сне сон приснился, что я вяжу свою козий пух кофточку. И что-то сижу и думаю, мыслю, мыслю всё. Может быть мне сделать просто как жакет её безрукавный, без рукавов. А то у меня всё с рукавами, с рукавами. Я даже вот не знаю. Попробовать взять вот так. Сейчас один у меня рукав только начала. Взять, попробовать крючочком отделку сделать и померить, и сравнить, как оно будет. Я даже вот что-то на распутье встала. У меня остаётся такой моточек от второго. Их же два. Две таблетки. И у меня остаётся, ну может быть на рукав-то второй хватит, а вот на отделку крючком, я не знаю, хватит или нет. Поэтому у меня мысли такие шальные появились, что может быть сделать действительно безрукавку. Не знаю, девчата. Не могу прийти к одному мнению, и как быть мне. Ну посмотрю, день ещё большой впереди, поэтому всё будет ясно. Попробую вот второй сделать под крючочек отделочку и посмотреть, как оно будет глядеться и что получится у меня. Посмотрим. А сейчас пойду кошек кормить. Но ничего не выключается. Вот я навожу. Кот-кот зашёл сюда. Сейчас не уроним, не обстатьев, Маркизик. Девчата, я вон вынесла кушать ей, чашку их отмыла и налила рассольника. Говорю, ешьте, мы уже его не едим кошкам. А Васька куда-то сбежал, Маркиз вон залез в тумбочку. Маркиз, охранщик. Видите, какое солнце, я стою раздета. Всё-всё, слепит глаза, невозможно смотреть. Но Муся вот кушает. Мусенька, Муся. Ну пусть она ест. Они здесь побегли. Куда-то Васька смылся. Ну придёт, придёт. Вася! Вася! И рыжий эти дни не приходил. То приходил весь ободранный. Ну тут, видать, драчливый или его убьют. Непонятно. Ладно, пусть кушают. Я тоже пошла есть. Сейчас наестся. Кошка будет счастливая. Всем-всем привет, мои дорогие. Сегодня уже 12 марта. Так быстро дни летят. Смотрите, как наши цветочки распустились. И вот мой колонхой, девчата. Вот он. Вот отбираем мы его. Видите, он как цветёт. Один в веранной комнате. Один здесь. И один я унесла. Он начал желтеть почему-то. В маленьком горшке. Я его унесла на первый этаж. Там попрохладнее. И такого солнца как бы... Ну, до обеда-то есть. После обеда нет. А здесь мои... Вон, видите, цветёт мой рождественный. Или как декабрист он. Ну, и денюжка там стоит, девочки. Погода солнца светит. У меня аж прям, знаете, больно глазам. Сейчас я вам покажу через окошечко. Видите, какая погодка? Солнечная. Не витрины. Но мне вообще невозможно смотреть на солнце в очках. Я прям слепну, девчата. Больно глазам. Солнце сильно яркое. И вот всё течёт. Видите, уже тает моментом. Я даже не чистила эти разы снег. Думаю, что чистить, когда он выпадает и тут же тает. Пускай сам растаивает. Потает. Сегодня ходила дочь в больницу. Ничего хорошего нет. Наверное, в понедельник их, скорее всего, положат в больницу. Дали кучу опять анализов проходить. Врачей других проходить, кроме терапевта. У ребёнка кашель так и идёт. Моча девчат плохая. Наташа расстроилась. Всю ночь мама читала в интернете. Я говорю, не накручивай себя. Не спала всю ночь. Я говорю, не накручивай. Она мнительно, сильно переживает. Я говорю, пройдёте врачей. И тогда будут, в общем, анализы брать на какие-то другие болячки. Куча анализов опять повыписывали. Запустили ребёнка. Запустили ребёнка вот с таким отношением. Я не знаю. Конечно, переживания сильные. Настроение никакого. Какое может быть настроение, когда ребёнок болеет? А сейчас, девчат, повернусь. Домой зайду. А то глазам прям больно. Вот камеру поменяла. Девчат, не могу смотреть. Глаза с утра болят у меня. Настолько всё вот такой резкости нет в глазах. На улицу вообще глянуть не могу. У меня сразу слезятся глаза. Хотя, видите, у меня же вот на дневном свете темнеют эти очки. Ну, я в них-то только вдали вижу. А вблизи-то я не вижу в них. Вот в чём загвоздка. Я всё время сижу практически в тех очках плюс пять. Тяжеловато глазам. Вот с внучкой никак дела не идут на выздоровление, девочки. Дочь вся в панике. Отец тоже в панике. Я говорю, вы не паникуйте. Пройдите тех врачей, что вам дали. Выписывали там опять кучу лекарств. Ну, и сказали, что рентген она сегодня прошла в так повторный. И сказали, если что, будут готовы вот эти анализы дополнительные. И если что, их в понедельник, значит, положат в больницу. Даже ещё не знаю, в какую что. Она говорит, мам, ничего толком ещё не знаю. Иду, говорит, голова чумная, ночью не спамши. Они добирались домой. Я говорю, идите, ребёнок ляжет спать. И ты ложись, отдыхай. Ну, как это. Ой. Ну, в общем, болеет, девчата болеет. Внучка, конечно, Наташа, надо уходить с работы. Тут даже речи не может идти. И заняться именно ребёнком. Я вчера выходила в прямой эфир с пятого раза. Как говорится, вышла, еле вышла. Огромное-огромное всем вам спасибо, кто был на эфире. У нас было очень-очень много, девочки. Я ещё не разобралась вот с этими ключиками. Вот, понимаете, то голова болит, не соображает. То вот ты вот расстраиваешься. Но я разберусь, я сяду, разберусь потихоньку. Вот. И мне надо будет тогда разослать вот эти ключики, чтобы были модераторы на канале. Но самое лучшее, самое лучшее, это когда мы не отвечаем. Это шантропа заходит на канал, именно в прямые эфиры, и начинает писать всякую чушь. Нужно им никогда не отвечать, вообще не реагировать. Тогда они уже, им неинтересно заходить на тот прямой эфир, где нет ответа, где их игнорят. Вот. Я вчера ещё после эфира, девчата, вот с этой моей кофтой распустила рукава. Думаю, почему мне не нравится мой рукав? Я один же вывязала рукав, но он широковатый. И знаете что? Он утяжеляет, действительно утяжеляет эту кофту. Она же вот ажурная, девочки. Она ажурная, как бы нежная, а рукав выглядит таким тяжёлым. Я распустила вчера рукава и обнаружила, что пройма у меня, пройма, одна выше, одна короче. Вы представляете? Вроде бы я вязала, и всё у меня было одинаково. А вот так, когда набирала второй рукав, я поняла, что у меня не соответствуют набранные петли. Аж почти на 10 петель. Вы представляете? 8 петель лишних. На одном рукаве, допустим, 70, а на втором 78. Такого уже не может быть. Я, давай, распускать эти рукава. Вчера девчата вот так сидела, прям вот по одной петли высчитывала. И у меня получился один рукав на пол рапорта выше провязан. Каким образом я его так провязала? Вот даже до меня не доходит. Ну, бывает, бывает. И такой бывает. Я распустила, всё провязала заново. И сегодня буду вязать рукава. По рукавам так подумала. У меня есть кофта кавказская, фиолетовая. Вы её все видели. И там она связана узор змейка. Он же дырчатый. Он такой получается тоже как бы воздушный. Вот я посмотрю, я нашла сегодня там ещё один рисунок. Ну, нужно ажур какой-то вязать на рукаве, чтобы он тоже был облегчённый. Может быть, вот так свяжу от рукав. А здесь будет отделка крючочком. В общем, сегодня буду пробовать. Может быть, вот этой змейкой попробую. Если он пойдёт, мне же сверху вниз надо вывязывать. То, значит, оставлю змейкой. Змейкой мне проще. Там 4 петли раппорт. Потому что здесь же будем прибавлять, прибавлять. И как бы будет встраиваться вот этот узорчик. Скорее всего, им. По комбинезону, вот этот комбинезон. Всё, вчера вот я связала капюшон. Вот он. Видите? Ну, я вязала, девчата, я вязала этот, видите, побольше как бы. Но с расчётом на 43, по-моему, сантиметра. Или на 40. Я записывала там. С расчётом того, вот здесь вот будет пуговка. На ребёнке же будет шапочка. Это же не на голую головку будет одеваться, а на шапочку. И вот здесь будет у меня отворотик. Вот так. Вот так капюшон будет выглядеть. Вот таким образом. Я его вязала прямо. И потом вот здесь вот закрыла. Закрыла, девочки, видите? Всё прекрасно. Вот. В том... Вот в этом, вот в этом. Не буду так вязать капюшон. Там будем вязать вот строго вот так по личику. Без отворота. Ну, по-разному сделаем. По-разному, девчата. Вот. Сегодня там читала комментарии ваши, девчата, кое-кому отвечала. Вчера, вчера в прямом эфире мне там писали. Я вам написала, вы мне не ответили, девочки мои дорогие. Если я сразу не отвечаю, ну, вы знаете, что я отвечаю всем. Я отвечу, значит, день там два позже. Понимаете? Я вот сегодня проснулась, хожу, у меня вот такая голова полной информации. И всё вот это вот волнение идёт, внучка болеет. Вера, в школе. Думаю, сделаю то, сделаю то. Но руки вот... Руки-крюки, как сказать. Не знаю, вот что разрешится с ребёнком. Но я думаю, что всё наладится, и ребёнок выздоровеет, и будет всё хорошо. Это самое главное сейчас, чтобы она выздоровела. Я понимаю, Наташа, она уже бедненькая, устала. Но устала. Вот. И поехать туда... Ну, как я поеду с Верой, девчонка болеет, Верка заболеет моя, понимаете, что... Ой, не знаю даже, не знаю. Может быть, сама так сбегаю без Веры на субботу или в воскресенье, на день туда хотя бы. Дать хотя бы дочери выспаться. Побыть с ребёнком, чтобы ребёнок, старшая моя дочь, выспалась просто, Легла бы и отдохнула, и поспала в волю. Ну, как вот сегодня она целую ночь говорит, мама, я не спала. Вот. Душа болит, девчат, душа болит, когда дети болеют. Конечно, болит. Вот. Я буду сегодня потихоньку вязать. Вера придёт. И сегодня я всё же постараюсь сделать обзор шапок. Одна шапка на ней зимняя. Я покажу, девчата, вам. Но, опять же говорю, это не попетельный обзор. Я просто покажу и расскажу о них. Потому что шапки я не вязала на камеру. У меня, по-моему, только шапка Бини есть. Я показывала, как её вязать. А остальные шапки я вязала сама, девчата. Сама додумывала, где правильно, где неправильно. Я вам покажу, где есть ошибки мои. Я всё-всё расскажу. По шапкам сегодня я сделаю. Видео обязательно. Вчера получила посылку. Я уже в прямом эфире говорила, девчата. Я сняла прям коротенький-коротенький ролик. Там, по-моему, он минут на 15. И я не стала его выпускать отдельным видео. Вот в этом ролике, в этом ролике, вот сейчас поговорим. Я в конце ролика, в конце вставлю вот о посылочке. Вы посмотрите. Я поделюсь с вами своими чувствами. Я, конечно, девчата, я вчера вот честно, я не смогла сдержаться. Я прям зарыдала. Увидев такой подарок, не то, что, как объяснить-то, не то, что я не могу себе не позволить, не позволю себе пойти и купить эту вещь. Я позволю себе. Я позволю. Эмоции, эмоции вызывают вот слезы именно от того, что у нас столько много, столько много вокруг меня нормальных, хороших людей с огромным, с огромным сердцем. Вот я по-другому не скажу. На канале нас почти уже двадцать с половиной тысяч. Да не почти, а двадцать пятьсот, по-моему, уже было. Вот. Я этому неимоверно рада, девчата, огромное-огромное, опять же скажу вам именно спасибо. Это всё вы, мои дорогие. Это не я. Это вы. Если бы вас не было, вы бы не приходили ко мне, не просматривали, не приходили с вашей открытостью, с вашей душой, с вашим отношением ко мне. Не было бы просто моего канала, девчата. Вот, ну, не было бы. Это ваша заслуга. Вот. Я снимаю для вас, я снимаю для вас. Я стараюсь, девчата, я стараюсь. Я это делаю открыто, без вранья какого-то, без напуска. Я не люблю вот это вот, если честно сказать. Я не люблю напыщенных людей, которые там дуются, дуются, как, знаете, есть, раздуваются до необъятных размеров, а сам с собой глядишь, а этот человек-то ничего не представляет собой. Вот. Поэтому у меня на канале, вы все знаете, всё просто, всё очень жизненно. Ну, моя жизнь, такая, какая она есть, девочки. Такая, как есть. Поэтому будем вязать. Вот там пишут, МК бы по фиолетовой вот этой кофточке, и то бы МК бы, Таня, сделали, и МК попетельно. Девчата, я не делаю попетельно. Вы представляете, вот это, и те вещи, которые я показала, они уже у меня есть. И мне смысл их вязать второй раз, тем более на камеру. Они у меня есть, я их ношу. Вот. Я стараюсь, вот, то, что я вяжу, я записываю и делаю краткий МК. Кто умеет лицевую и изнаночную вязать и разбирается в схемах, ну, я показываю рисунок, как он вяжется, то можно связать по кратким МК. Кто хочет попетельно, именно попетельно, то надо открывать мастер-классы, где вяжет человек попетельно от начала до конца. Таких мастер-классов тоже очень много на Ютубе. А у меня, я просто, я просто, наверное, физически не смогу, допустим, пальто связать попетельно. Это сколько у меня займет этот мастер-класс. Это очень трудно, девочки, вязать попетельно, потому что вот так сидишь между столик, вот у меня столик вот тут вот, вот этот вот столик у меня журнальный, но он маленький, я ножки обрезала, вот так я сижу. А между мной и столом стоит штатив, и я должна вот так вязать, вот, допустим, да, вязать и смотреть в штатив, и смотреть на изделие на свои руки, чтобы это все было видно. Поэтому, девчата, я сразу изначально говорю, у меня не чисто вязальный канал. Вязание это как мое хобби, без которого я не обхожусь каждый день. Не обижайтесь, мы будем вязать, и много буду вязать, и буду показывать, и рассказывать, и рисунки, и схемы, и буду показывать образцы, как вяжутся. Это даже безоговорочно. Я буду это делать для вас, конечно, обязательно. Но попетельно большие, на мой, допустим, размер, или, наверное, да и смысла нету попетельно вязать. Мастер-классы-то не очень смотрят, девочки. Можно, я понимаю, показать, как я вяжу, допустим, вточной рукав, как закрываю горловину, как закрываю подрезы. Вот такими кусками это можно показывать, и нужно, наверное. Ну, попетельно вязать, допустим, там 70 или 100 рядов одно и то же, ну, просто нету смысла. Ну, нету смысла. Вот. А так, вот сейчас будет весна, будем больше ходить в город. Я вот этот март не люблю, девочки, потому что погода меняется, и земля расквашенная, кое-где снег, кое-где лужи, а я живу на сутке, тяжело спускаться. Вера ходит. Вера вчера идет со школы. Смотрю, идет она вот с той стороны сутки, как мы ходим на Китай-город. Я ей говорю, ты почему оттуда идешь? Она говорит, а мне так легче. Она проехала нашу остановку, проехала еще две остановки, и шла эта остановка, где мы выходим на светофор. И шла, а там, простите, там идти по гонимой дороге, ну, километра два. Просто дорога. Дорога, и здесь вот склады, 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 потом проходит Китай-город, от Китай-города она идет же по тропе, и здесь идет по леску. Я ее вчера так ругала, девочки, вы бы слышали. Я говорю, ты что делаешь? Нельзя там ходить, тем более дело к вечеру. Китай-город уже готовится к закрытию. Там и собак спускают вечером. А во-вторых, ты идешь по безлюдной улице. Ну, ребенок, еще ребенок, не понимает, понимаете? Нету чувства осторожности. Вот тоже нервы помотала вчера добре. Говорю, Вера, чтобы этого больше не было. Ты понимаешь, что я говорю, каждый день, каждый божий день я переживаю за тебя, покуда ты доходишь до дома. Ты вот идешь на телефоне, и мама переживает. Переживаю до той поры, пока ты не переступаешь порог. Вот, девчата, понимаете, как? Дети страху нет. Когда идет, она даже не задумывается. Я говорю, ты понимаешь, что у тебя дураков на белом свете много. Кто-нибудь затащит в тот же вот лес. Ты закричи, тебя никто не услышит. Беседу вела, девчата, вчера беседу вела. Вела, наверное, с полчаса. Она ей вот вдалбливала в голову, что ходи только на нашей остановке. Тяжело в сопку идти? Иди в обход. Но по улице, по нашей улице, где вот так дома. Везде дома, и все тебя знают. Не надо ходить по тем дорогам, где пустынные дороги и одни производственные вот эти вот шарашки. И все. Там больше ничего нет. Жилых домов нет. Вот так вот, девчата, живем. Свои хлопоты, свои заботы, свои радости и огорчения. Без этого не бывает, девочки. Без этого не бывает. Поэтому потом как-то вот думаешь, сейчас сяду, вот это вот напланировала, это вот сделала. Такую вот беседу проводишь с ребенком, и все, настроение все куда-то улетучивается. Ой. Когда уже мозги встанут на место у детей? Вот знаете как? Когда встанут, тогда, наверное, мы будем спокойны, как родители. А так все время в переживаниях. Вот. Все время в переживаниях. А нам судьба их подкидывает и подкидывает. Не одни, так вторые. Не вторые, так третьи. Понимаете, что? Вот. Ну, это все. Все образуется. Все. Я думаю, что ребенок мой, она умная, так девчонка-то. Но еще вот мысли, детскими мыслями, конечно. Еще 15 лет. Я ей объясняю, как вот жили мы, девчата. Я ей говорю. Вера, вот мы жили в то время. Вот шел милиционер по улице, идем вечером с танцев. Видим, милиционер идет. Или идет военный патруль. Мы раз, раз, раз поближе к этому расстоянию там от милиционера сделаешь шагов 30 и идем с девчатами. Идем домой. Мы не боялись, мы, наоборот, шли поближе к патрулю, знали, что они нас защитят. А сейчас, говорю, идти, увидишь того же милиционера или еще кого-то, стараешься убежать. Потому что боишься, помощь никто не окажет. Вот о чем, девочки. Дочь моя прислала сообщение. Прислала сообщение Катерина, английский, ну, их американский паспорт она сделала, занимается русским паспортом. Потом написала, мама, буду покупать билеты на сентябрь месяц. В марте не приедет. Я растуялась. Вот представляете, как, когда настраиваешься, я-то ждала ее в марте. В марте, мол, не приеду. Ну, что-то не получается. А сегодня мне сбрасывает голосовое сообщение. Говорит, мама, я телевизор давно уже не смотрю. Я, кстати, тоже редко смотрю. Как у вас обстановка в России с коронавирусом? У нас здесь паника, люди все в панике. А как у вас? Я не знаю, девчат. Я не знаю, как, как вот по всей России. У нас Владивосток, вот он, Китай, пешком дойти можно. Мы живем с китайцами, бок о бок. У нас нет никакой паники. Я вот для себя, я знаю, зачем паниковать? Для чего? Ну, для чего? Нельзя паниковать. Да и... Ну, грипп. Ну и что? Ну, грипп, гриппуем, перегриппуем. Пандемию. Попридумывают какие-то пандемии. Доллар взлетел. Вот цены взлетеют. Цены вырастут. Вот и вся пандемия. У нас нет паники. Я не паникую, девчата. Не надо паниковать. Грипп, он всегда был, есть и будет. Всегда люди болели, простывали в этот период. Просто еще вот погода нас, видите, как балует. Зима не зима, лето не лето. У нас уже, я говорю, лет пять летом идут постоянные дожди. Вот последние два года день и ночь лили дожди. Я говорю, мы скоро сгнием, наверное, в этой сырости. Дожди, 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 дожди. Раньше такого не было. Июнь был, он такой моросящий был, туманистый. И, ну, морозь, все. Июль, август, хорошие месяца были. Половина августа, тайфуны проходили. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Золотая осень всегда была, всегда. Зимы были 10 градусов. Ну, самый большой мороз доходил до 15. Снежок обязательно был. Пусть его было не так много, но он был. Весна, в апреле уже ходили в кофточках. В апреле месяцы. На май месяц все родятые уже ходили на демонстрации. Сейчас что-то просто с погодой творится непонятное. Потому что, я говорю, лето не лето, зима не зима. Вот такие вот дела. Я вас заболтала, девочки. Я вас заболтала. Но у меня, наверное, давление. Я пойду сейчас померяю давление. Пью свое лекарство. Вот три утром таблетки, три вечером. Ну, это сердечные. Помимо сердечных я не пью ничего из лекарства. Вообще. Никаких. Даже вот если я гриппую, я пью, ну, что могу выпить? Жар понижающий. Вот парацетамол и все. Аспирин не пью, потому что я же пью кардиомагнил. Каждый день кровь так разжиженная. У меня вот кот там царапнет, кровь свищет. Ее еще не так просто остановить. Поэтому с разжижающими тоже надо быть более осторожной. Я не пью лекарства. Вот. А вот меня штормит. Надо сейчас попробую записаться. Не знаю, получится у меня или не получится. Через интернет к врачу. Надо записаться в глазной. К окулисту. Потому что глазки меня стали совсем подводить. Вот утром встаю, девочки. У меня вот, знаете, вот делаю вот так массаж глаз. Прям вот их туда-сюда, туда-сюда. Вот круговые движения. Вот так. И в эту сторону, и в эту сторону. Потом как-то вот закрыла-открыла. У меня появляется в глазах резкость. Ну, как бы я вижу. Как побуду в тех очках сильных. Но я сижу, работаю там в них. Все. Я ни на солнце не могу не глянуть. Не так вот. Начинаю смотреть, у меня все плывет в глазах. Вот просто плывет. Поэтому надо все же не откладывать, а пойти к окулисту. Пойду схожу, девочки, проверю глаза. Если скажет, что надо действительно уже оперировать их. Ну, что, тогда будем, пойду на операцию. Пусть ставят меня там на очередь. Я не знаю, как этими делами занимаются. Без понятия совершенно. Но буду стараться тогда прооперировать. Хотя бы по очереди как-то эти глаза. По квоте, там не по квоте. Без понятия. Не касалось с этим делом. Но всему приходит время, видать, так. И надо к кардиологу сходить. Потому что вот эти перепады, я их все более ощущаю, перепады свои. Ну, и бывает такое, что... Я даже не объясню, как это бывает. Бывает такое, я свой пульс, пульс свой я иногда не слышу. У меня даже врачи его не сразу слышат. Я и так приложу, и так вот. Вроде как нащупать свой пульс. Но я не слышу. А бывает так, что я ложусь спать, и у меня вот так сядется дык-дык-дык-дык-дык. Потом затишье. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Затишье. Тоже непонятное. Надо сходить. Надо сходить уже. Я холтер делала прошлый год. Весной. Уже надо холтер сделать. Вот это вот. И КГ пройти. А туда ноги не идут. Вот как вот дочь моя ходит, бедная, три недели. Она уже измучилась вся. Поэтому вот нету туда желания. Потому что, девчата, пойдешь в поликлинику, мы только все больше начинаем болеть. Вот что. Ладно, девочки мои. Сегодня я сейчас буду заниматься действительно вот рукавом. Рукавчики, наверное, довяжу на вот этом комбезике. Ну, их тут быстро. Я, наверное, в первую очередь сейчас свяжу вот эти рукава. Потом займусь своими рукавчиками. И потом, девчата, займусь мастер-классом голубым комбинезоном. Вера придет, к вечеру я сниму шапки. Видите, сколько планов? Шапки. Шапки бедные лежат уже две недели у меня здесь. Вот они, все мои шапки. Вы понимаете? Вот лежат, лежат, ждут. Вот с кавказской, кстати, пряжи шапочка. Та пряжа, вот что я вязала, девочки, цвет вишня, шикарный такой цвет. Что я вязала себе пальто. Но пальто я вязала не с одной кавказской пряжи. Я вязала кавказская тройка и две нити Ализе Реал 40. Ну, вот эта шапка мне нравится. Я люблю их. Это Вера носит. Чем плохая шапка, девочки? Вот она, видите, как она смотрится. Никакого подклада здесь не надо, абсолютно. Вера ее носит. Никакого подклада. Да она теплая. А вот это вот я что-то... У меня здесь детская новинка и какой-то акрил. В две нити. Тоже Вера на шапка. Вот она повязалась, как шапочка Биени. Вот она. Ну, сегодня покажу. Вот еще одну вам покажу. Заинтригую вас, чтобы вы ждали, мои хорошие, что сегодня я вам покажу шапки. Вот Кота шапку я вязала. Это... Бэби-бэст. Ализе Бэби-бэст. Пряжа шикарная, девчата. Мягкая-мягкая. Я вязала крестине светерок белый с розовым. Вытянулись рукавчики. Вот тут надо было учитывать. А это Вере шапочку. Она ее тоже одевала. А сейчас говорит, ой, детские. Надо вот это отрезать, отпороть. Цветочки, видите? А просто оставить вот как ушки. И вот тут бусины. Бусины пусть. Вот. Ну, нравится. Такая шапка хорошая. У меня есть такая пряжа. Там и бирюзовый. Потом буду вязать для Кристины. Повяжем, девочки. Повяжем. 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 А это вот... Тоже шапка у меня. Это, по-моему... Ну, не помню. По-моему, тоже кавказская пряжа, девчата. Двоечка. Видите? Вот так. Тоже классная шапуля. Вот. Я делала эти косички. Просто косички. Она смотрится неплохо. И вот такая вот макушечка. Но я буду показывать. У меня помощница вон там стоит. Вон она, голова. Буду на нее одевать, девчата. И вам покажу и расскажу. Наверное, пока будем заканчивать. Пойду давление померю, девчонки. И, наверное, кофе надо навести. Вот я все же кофе, когда выпью, мне как-то, знаете, по-лучше состояние получается. Вот. И в конце ролика я вставлю коротенькое, коротенькое видео о посылочке. Прислала мне Галка Сенченкова. У нее открыт канал. Канал совсем молодой. Совсем новенький. Видео там я посмотрела у нее совсем мало еще. Ну, человек только-только начал заниматься каналом. Кому интересно, я оставлю ссылочку, девчата. Пройдите, посмотрите. Поддержите человека. Понравится, подписывайтесь. Она завела канал не столько для заработка, сколько для общения. Вот общение, общение, это... В наше время ведь это правда, что общения человеческого не хватает. Как мне моя соседка сказала. Снизу в бараке там живет. Тань, приходи в гости. Я говорю, да мне некогда. Я дома, занимаюсь домом, и еще и у меня работа, говорю, на Ютубе. Вот. Я общаюсь, говорю, там мне общения хватает. Она говорит, ой, ну это же на Ютубе, а вживую? Я говорю, а вживую ходить и сплетни собирать или сидеть на лавочке, я не любитель. Я не пойду. Но это так, девчата, я лучше... Знаете как-то, я человек домашний. Я лучше дома займусь чем-то домашними делами. Я лучше что-то повяжу, что-то поделаю, что-то пошью. До дома всегда находятся дела. Всегда для любой женщины найдутся дела домашние. Всегда. Хоть днем, хоть ночью. Поэтому в гости шибко не хожу. Ну не люблю я ходить, проводить в пустое время, девчата. И мне достаточно моих друзей на канале. У меня общения хватает. Я общаюсь в WhatsApp, в Одноклассниках. Поэтому всех-всех благодарю еще раз, девочки мои. Всем огромное спасибо. Всем желаю самого-самого-самого наилучшего. Я буду заниматься сегодня вязанием, записью к врачу. Сейчас попытаюсь записаться. Буду довязывать, чтобы мне побыстрее вот тот вот отснять еще комбинезончик. Но он детский, он быстро вяжется. Свяжем, девочки. Вот. И хочу вам пожелать всего самого-самого доброго, мои дорогие. Берегите себя. Мы не боимся никакого коронавируса. Занимаемся здоровьем. Ешьте чеснок, лук сейчас. Противовирусный вот у меня есть. Надо промазывать в носу, когда выходим. Мыть руки с мылом. И не бояться. Самое главное. Кто боится, к тому и прилипает. Я так скажу, девчата. Я вообще ничего не боюсь. Как там говорят. Ой, а вы боитесь? Бывает, знаете, нашепчут. И сглаживают. И вот-вот-вот там наколдуют. Я ни в чем в это не верю. И никогда не боюсь. Поэтому ко мне ничего не прилипает. Чего и вам желаю. До новых встреч, мои дорогие. Завтра уже будем видео снимать в полной мере. Ну, а сейчас я вас предлагаю, посмотрите про мою посылочку. Порадуйтесь вместе со мной. Всем пока-пока. С вами была ваша Татьяна. Пока, девочки мои. Субтитры подогнал «Симон»! Девчонки, сижу дома. С первого числа мне прислала посылку Гали Синченкова. Ой, это с запада шла посылка. Я даже вот адрес ее тут не могу. Вязьминский район. Я даже не знаю, где это, но где-то там, в стороне, на западе. И она с первого числа блудела по Владивостоку. Она приехала и там в центре доставки где-то у них пролежала. Пока люди там, на западе, снова не подали в розыск этой посылки. Вот такой мешок пришел. Сейчас я раскрыла, девчата. Я знаю, что здесь лежит. Здесь лежит манекен. Вот когда уже подняли шум, тогда наша почта... Ну, зачем оформлять человеку было... Доставку до дома, до дверей. Как он мне сказал, ну, ваш район не возим. Как это не возите? Почему вы не возите? Тут что-то вот еще выпало. Не знаю, что посмотрим. Сейчас я открою. Она мне говорила, Таня, вот ты как-то говорила в видео, что хотела бы такой манекен. А у меня, говорит, дома есть. Я тебе пришлю. Ну, вот. Грудила долго. Посылка наша очень долго каталась. Она не каталась, она лежала. Ой, тут еще что-то она наложила. Девчата, ну, это будем смотреть. Я пока ложу на стол. Это посмотрим, что она тут еще что-то положила. Ой, ну, да. Человек думал, к 8 марта придет. Ой, Галя наложила вкусняшек всяких. Моя дорогая. Она еще что-то положила. Не знаю даже, что... Ой, девочки. Галя, милая моя, спасибо. Сейчас. Я уже догадалась, что это. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Вот такой манекен, девчата. Вот, тетя. Мой размерчик. Такая стройняшка я. Как мне идет. Красотка. Вот, она мне сказала, вот здесь все надо заделать. Одеть на нее футболочку с сиськами. Вот, 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 девчата. А здесь вешалку. И можно будет показывать кофточки. На этом манекене я даже смогу показывать, наверное, верные. Кофточки. Да, по-моему, он целый. Галя пришел целый, не разбился. Ничего. Сейчас я камеру поверну. Мешки нам в своем доме пригодятся. Я их не выбрасываю, девчата. Где летом под мусор, под строительный материал. Вот такой вот они уходят. Сейчас будем смотреть, что уже тут в пакете. Ой, ну я так понимаю, что это, видать, Галя. У меня нету слов. Девочки, что она мне прислала? Вы представляете? Пуховый лоток. Галь, я поклачу сейчас. Представляете, девочки. У меня нету слов. Ой, сейчас минутку. Девчонки, я камеру поменяла немножко, вот, чтобы не отсвечивала. У меня просто, знаете, вот до речи пропало. Или пропал, как правильно сказать. Вы представляете, что она мне прислала? Вот такой обалденный, кудрявый, легкий, пушистый. Мамма миа. Я не могу говорить ему даже. Это платок. Пуховый платок. Это очень дорогой подарок. Очень. Я вообще... Как он легкий, девочки. Вы представляете? Я не могу прийти в себя. Можно и так носить. Моя сестра носила платки вот так. Мама моя любила платки носить. Может, когда-то я буду носить платки, но на спине зимой это однозначно я буду одевать. Никакого шарпа не надо. Ничего. Гляньте, какой он пушистый. Сколько в нем пуха. Какой он легкий, девочки. Галь, у меня нету слов благодарности. Вот просто их нет. Я даже ничего сейчас вот в этом состоянии. Я не могу ничего тебе сказать, моя дорогая. Это бесценный, бесценный подарок. Огромное-огромное спасибо. Какой он мягкий, какой он пушистый. Девочки мои. Вы представляете? Это вот вообще. А какой он красивый. гляньте, какой пух. Длинный такой. Насколько это... Я не представляю. У меня все слова исчезли. У меня только слезы льются. Он такой теплый, мягкий. Ой. Ой. Галка. Твоим теплом буду согрета. В любую стужу, в любой мороз. Спасибо огромное. Я его буду беречь. Беречь, конечно, буду. Когда буду одеваться, я буду знать, что это... Это твое тепло меня согревает. Спасибо. Спасибо огромное. Преогромное. Девочки, нету слов. Но нету. У меня просто нету слов. От такой красоты. Видите? Насколько это красивый. Ой. Это красота, девчата. Это настолько красота невероятная. И легкий, и пушистый, и мягкий. Просто шикарный. Ой. А там сладостей столько я положила. Сейчас я вам покажу. Сейчас посмотрим. Девчонки, я немножко успокоилась. Вот вы представляете? Ну, она мне написала, звонила и писала, что, Таня, я тебе выслала манекен, и там кое-какой подарочек положила для Веры. Ну, я не ожидала вот такого подарка бесценного. Я вообще не ожидала. Девочки мои дорогие. Галочка, спасибо тебе от всей моей души. Знаете, я не ожидала такой подарок. Это очень приятно, очень... Ну, вот этот подарок говорит об отношении ко мне, вот этого человека. Огромное, огромное спасибо. Галь, огромнейшая мыльницу связала. Смотрите. И там кусочек мыла в нем. Мойся. И вот она, мочалка. И внутри мыльница. Ты мне подал галочкой идею. Можно вот так вязать. Да. Классно. И для Веры... Сейчас открой, она говорила. Ручная здесь работа. Мотор вышито бисером. Сейчас, девчата, вниз опустим поближе вас. Смотрите. Ну, это, наверное, браслетик. Он маленький. Это на Кристину, ну, ручку. И вот... О, какая красота! Господи! Это, девчата, вот такое яичко, вышло все бисером. Ага, здесь вот наклеечка, картиночка. Это просто шикарная вещь. Это сделано в сад собственными ручками. Это вообще дорогого стоит, когда человек делает собственными руками. Спасибо, галочка. Это для Веры. Она прислала. Это, может быть, это подставка, наверное. Вот так, я думаю, да? И ставится она. Красота. Я поставлю в стенку. Да, спасибо, Галя. Спасибо, моя дорогая. Этой будем мы пользоваться. Это мыдница. Началка с мылом. Мармелад положила. Со вкусом лимона, земляники, яблока, винограда. Попьем чай. Спасибо, галочка. Смотрите, сколько много шоколада. Молочный шоколад. Это Вера любит меня. Спасибо, я очень благодарна. И печенье сдобное с кусочками глазури. Будем чаи пить. Сейчас Вера придет. И вот такие делится конфеты вафельные. Невский кондитер. Спасибо, галочка. Спасибо, моя дорогая. Я очень благодарна таким подарочкам. Это очень-очень-очень приятно. Нет даже слов, девчата. Вот посылка с первого числа пролежала во Владивостоке. В доставке. Но вот этот подарок, это вообще бесценный. Он такой мягкий-мягкий, девочки. Это вообще... У меня такого не было. Посмотрите, насколько он пушистый. Очень-очень пушистый. Галя, огромное тебе спасибо. Я знаю, что у нее... Она открыла канал совсем недавно. Совсем молодой канал. Я посмотрю, как там найду ссылочку. И оставлю под моим видео. Девчата, заходите, посмотрите. Кому понравится этот человек. Ну, человек с доброй душой. С добрым сердцем. У нее тоже ребеночек. Как бы под опекой. Он и был. А сейчас они там документы оформили. Все сделали уже. Что этот ребенок в их семье останется навсегда. Представляете, девчата? Заходите, подписывайтесь. Поддержите ее канал. Ну, а я могу только слова благодарности. У меня они вот в таком вот случае, они все исчезли с головы. А придумывать что-то я не хочу и не буду. Галь, спасибо тебе, моя дорогая, от всего моего сердца. Просто по-человечески. Ты меня понимаешь, и я тебя понимаю. Дай Бог нам терпения, воспитания наших детей. И дай нам силы, Боженька, и здоровья, чтобы мы подняли своих, своего мальчика, а я свою Верочку на ноги. И выпустили их в жизнь, во взрослую. Хорошими. Хорошими людьми. Это самое главное. Галя, огромное, огромное тебе спасибо. Все, на этом я буду заканчивать вот этот кусочек видео, потому что я не могу еще успокоиться. А манекен я обязательно сделаю, одену на него футболочку. И теперь я буду на этом манекене показывать свои готовые вещи. Спасибо, Галочка, от всего сердца спасибо. Дай Бог тебе здоровья на долгие-долгие годы. Пусть ваша семья живет в достатке, в мире согласия между собой, в доброте. Я знаю, что вы очень хорошие люди. Плохие люди не берут в семью чужих детей. Не чужих, а, я имею в виду, неколовных. Поэтому я желаю вам самого-самого наилучшего, самого-самого светлого и успехов во всей вашей дальнейшей жизни. Спасибо, моя дорогая. Огромное спасибо. Огромное спасибо.